Вот книга «У пирамиды», сборник эссе и статей. Это уже второе издание этой книги. Первое вышло в 2011 году, второе – в 2018 году. А сами тексты писались с конца 90-х и особенно в 2000-е годы. И это совершенно разные эссе, заметки, статьи на совершенно разные темы. Но перечислю только некоторые из них. Книга называется «У пирамиды» по одному из эссе, где я описываю, как я... Мое посещение пирамиды Цестия в Риме, на кладбище так называемых некатолических иностранцев. Это удивительное место в Риме, куда я всем советую пойти, кто там окажется. Это единственная римская пирамида, поставленная неким римским богатым человеком по имени Цестий. На этом кладбище похоронены разные замечательные люди. Великие английские поэты романтики Шилли и Китс, Вячеслав Иванов, например, из русских, чтобы говорить о близких нам людях и так далее. В общем, с этим связаны разные вещи, о которых я здесь пишу. Ну, не только, конечно, об этом. Я описываю там одно из стихотворений Томаса Гарди и, собственно, от него отталкиваюсь, об этом рассуждаю. Другие персонажи этой книги, если можно их назвать персонажами. Например, здесь есть большое эссе о моей любимой писательнице Маргарите Юрсенар, которая, мне кажется, в России недостаточно воспринята в том качестве великой, просто великой писательницы XX века, каковой она, безусловно, являлась. Мне кажется, в России до сих пор это как-то не вполне понят, о чем я очень жалею. Потом здесь довольно много я пишу о тоже моем любимом поэте Владиславе Филиционовиче Ходосевиче. Здесь есть большое эссе о его стихотворении «Обезьяна». Есть еще больше по объему эссе, где я сравниваю его. Не то, что сравниваю, но как бы пишу параллельные такие тексты о двух любимых поэтах, совершенно разных, о Ходосевиче с одной стороны и о в английском поэте Филипе Ларкине с другой стороны. Между ними как бы ничего общего нет, а все же что-то общее есть. И мне казалось интересным, забавным, интересным более, чем забавным, конечно. Вот как-то написать такой параллельный текст о них обоих. Но здесь еще много всего о революции, вообще о предпосылках, революциях, идейных предпосылках, революциях. В общем, эта книжка состоит из совершенно разных фрагментов, разных тем. Здесь есть фрагменты, просто отрывки, такие афоризмы. Есть большое, если заканчивается, это здесь самый большой текст, может быть, текст, который называется «Три дня в Ельце», о том, как я в 2007 году ездил в этот славный город Елец, такой настоящий истинно русский город, в поисках следов Советской Республики, которая была в Ельце в 1918 году, в которой сохранилось не так много сведений. Но некоторые сведения есть в замечательных дневниках, пришли на теперь издающихся. Не только, кстати, в России издающихся, но и в Германии, например, эти дневники сейчас переводят и издают. А вместе с тем Елец – это город, конечно, связанный с Буниным, ну и так далее, и так далее. То есть это такое описание, описание моего там пребывания, моих там трех дней. И это, конечно, вместе с тем попытка написать хорошие русские прозы, как всегда я стараюсь это делать. Ну вот, собственно, что я хотел бы сказать об этой книжке. Я очень ее сам ценю, люблю, надеюсь, вернуться к эссеистике. Конечно, эссеистика никогда так не привлекает читателя, как привлекает роман, допустим, да, или художественный вымысел. Но я считаю, что эссеистика – это очень важная сторона вообще моей деятельности и деятельности любого писателя. И такие тексты, ну, как бы нефикциональные, да, они тоже бывают часто у многих авторов более значительными даже, чем романы, повести и прочее. Я не говорю, что это относится ко мне, упаси Божие, но я просто хочу сказать, что это очень важная для меня книга, которую я сам очень ценю и люблю. Спасибо за внимание.